Ну что ж, еще раз, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Время сухого остатка на Финам ФМ. Сегодня пятница, веселый день, преддверие выходных. Обычно мы с вами подводим финансовые итоги недели. Сегодня мы сделаем необычно. В этом есть сермяжная правда жизни. Дело в том, что сегодня Страстная Пятница по христианскому календарю католиков. И большинство в финансовых рынках закрыты по этому поводу. То есть после обеда, если вы смотрите сейчас на графике или еще куда-то, вы видите абсолютно, да, абсолютно такой, я бы сказал, неживой рынок, абсолютно вялые движения. В связи с этим мы не будем сегодня обсуждать его. Мы поговорим о, может быть, для кого-то и более актуальных вопросах. Тема сегодняшней программы заявлена следующая. Может ли малый и средний бизнес стать двигателем российской экономики? Это вопрос. А отвечать на него мы будем сегодня в компании моих гостей. Я их представляю с удовольствием. Это Максим Тищенко, директор департамента оценки АКГ, развития бизнес-систем. Добрый вечер, Максим. Добрый. И это Ирина Попова, директор развития банковских продуктов, банка «Финам». Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Ну, традиционно настроение, надеюсь, у вас хорошее в преддверии выходных. Только что объявили, что 4 градуса плюсом уже, уже весна, солнышко. Вот давайте на этом мы будем основываться и строить отсюда наш сегодняшний разговор. Хотя понятно, что тема-то, наверное, скорее пессимистическая, чем наоборот. Ну да ладно. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Традиционно вы это делаете, я знаю, очень весело и жизнерадостно. Для этого у вас есть возможность позвонить в студию прямого эфира. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Либо пишите свои вопросы и собственные мнения по этому поводу на сайте компании финам.фм. Итак, еще раз напомню, может ли малый и средний бизнес стать двигателем российской экономики. Что касается текущей ситуации на финансовых рынках, я не буду ее освещать, потому что все достаточно спокойно, без особой динамики. Сегодня торгуются основные фондовые индикаторы. Российский рынок, естественно, тоже замер, хоть и он продолжает активно торговаться, но идеи западных компаний, идеи западных рынков сегодня на него не влияют. Он в небольшом плюсике, что уже неплохо. Ну что ж, давайте начнем. Давайте начнем. И, ну давайте, собственно, не будем мудрить. Максим, как вы считаете, может ли малый и средний бизнес стать двигателем российской экономики? Ну, учитывая, конечно, крохи, которые он сегодня составляет в ВАЛО внутреннем продукте. Ну, я считаю, что, конечно же, А может и Б должен. О, уже хорошо. Чуть-чуть поподробнее про А и Б сейчас расскажу. То есть почему может? Потому что если посмотреть зарубежный опыт, особенно, то есть как бы Европу взять, да, то есть мы не берем сейчас Америку, то есть берем Европу. Европа ближе нам может быть, да, и по географии, и по ментальности. И плюс она, на самом деле, в этом плане, то есть далеко впереди планеты всей, скажем так. Ну, еще, наверное, Китай, то есть еще можно было бы сказать, что тоже. То есть потому что там, где правительство поддерживает малый и средний бизнес, там как раз именно малый и средний бизнес составляет, так скажем, костяк вот этой вот золотой середины. То есть это те люди, то есть, да, которые как бы уже не один год, не один, скажем так, десяток, может быть, даже лет, которые постоянно, то есть, да, как бы достаточно большую долю, то есть выплачивают налогов, соответственно, пополняют бюджет любого государства. То есть это в Европе, то есть, да, в Китае, то есть просто не так давно, но это очень бурно все происходило, там и происходит до сих пор. Вот. И, соответственно, Б, почему? Должно. Должно, да. Да, потому что если, как заявляет наш президент, то есть, да, и премьер заявляет, что все-таки нам нужно слезать с так называемой сырьевой иглы, то нужно понимать, на что мы будем опираться в дальнейшем. Совершенно верно. Потому что доходы бюджета, то есть, да, как бы они должны существовать всегда, иначе тогда не будет ни социальных каких-то программ, ни иных программ, да. Соответственно, все мы понимаем, что, то есть, к сожалению, да, наша экономика, особенно, то есть, крупные предприятия, они, ну, скажем так, и технологически уже отстанут, стали достаточно сильно, и плюс... И плюс они узконаправлены. Да, и плюс, опять же, кризис показал, что, в первую очередь, они страдают очень сильно. Конечно. Так как все-таки... Достаточно, да, цены на нефть опуститься, и все, и мы с вами... Ну, не только на сталь, на какие-то, то есть, там, на удобрения и так далее, и так далее, и так далее. Просто говорит о чем? Это говорит о том, что, к сожалению, этот сектор, то есть, крупный бизнес, он очень сильно зависит от импорта, соответственно, он очень сильно привязан к мировым ценам, соответственно, если что-то там в мире происходит, то тут же проседает, как бы, эта категория. Поэтому, соответственно, нужно... А вот малый и средний, он может, да, именно в эти моменты каким-то быть какой-то помощкой. Да, 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 да и нужно еще понимать, что малый и средний бизнес – это все-таки, скажем так, внутренерно направленный бизнес. То есть, он направлен прежде всего на, скажем так, на потребление именно внутри. Внутреннее, да. Да, внутреннее, то есть. Потому что, ну, как бы, малый и средний бизнес, он не импортирует практически ничего. Ну, понятно. Ну, если есть, то это небольшая доля. Поэтому как раз этот, скажем так, сектор и может, и должен стать, то есть, да, именно той, вот, скажем так, подушкой безопасности нашего государства, который понимает, что если оно поддерживает этот сегмент, то всегда может рассчитывать на определенную долю налогового поступления в бюджет. Ну, и плюс другие какие-то нюансы, о которых мы поговорим, да, это и занятость населения, да, решение проблем безработицы. Ира, тебе вопрос. Ну, ты как представитель, соответственно, банка, и наверняка вы общаетесь, да, с представителем мало средств, ну, кредитуете, они приходят к вам за деньгами. Вот как можно определить, это бизнес малый, это бизнес средний, это бизнес крупный, по обороту ли, да, по количеству служащих ли внутри этой компании, или просто пришел какой-то дяденька, ты посмотрел на него и говоришь, о, это крупный бизнес. Ну, в первую очередь, это, конечно, у нас регулируется законом по количеству сотрудников данном предприятии, по оборотам, есть разграничения в законе по регионам и Московской области, собственно, все банки... Подожди, разграничения, что это значит? То есть в Москве это одно, а в Москве... Да, в Москве и Московской области это обороты должны больше, чем в регионах. Собственно, все руководствуются именно этим законом, но есть понятие малого и среднего бизнеса еще и в кредитных подразделениях, то есть в организациях. В принципе, сейчас крупные предприятия, эти все корпоративные монстры наши, корпорации объединенные, это все крупный бизнес. Все остальное можно отнести к малому и среднему бизнесу, который, в принципе, кредитует практически многие банки. К кредиту этих компаний мы видим, какие трудности они испытывают, с чем они сталкиваются, и, собственно говоря, все это мы прорабатываем. То есть вы это видите изнутри, получается ведь, да? Изнутри, да, при оценке финансового состояния каждой конкретной компании. То есть прежде чем дать денег, да, собственно, на благое дело, да, вы еще познакомитесь, а как парень дышит-то? Да, мы знакомимся, мы знакомимся не только с парнем, как дышит, мы знакомимся с проблемами каждого конкретного заемщика. Видим, что они, на самом деле, очень глобальны, и пытаемся помочь каждому заемщику. То есть можно говорить о том, что проблемы каждого конкретного заемщика, это проблемы бизнеса малого и среднего в целом, да? Несомненно, это, на самом деле, большие такие погрешности и нашей налоговой законодательной, и другой системы, да. Да, все это видно, все это прослеживается, мы все видим, что, в принципе, малый и средний бизнес, особенно индивидуальные предприниматели уходят в тень по налогообложению, все это понятно почему, потому что это... Мне непонятно, Ира, извини, пожалуйста, мы сейчас, как раз, если позволим, будем с Ириной разбираться. Максим, вот, ну, с Ириной согласны, да, в принципе, очевидно, что есть у малого и среднего бизнеса некие общие проблемы, которые не решают ни он, не имея такой возможности, да, конкретно сам бизнесмен это не может делать. Потому что они должны оттуда, оттуда тоже не решаются. Вот основные из этих проблем, прямо вот по списку, если можно, да, в чем основные? Ну, первая проблема, я считаю, что, наверное, это все-таки недофинансированность, это раз, потому что все-таки... Это камень в огород Ира сейчас, нет? Ну, это не то, что прямо камень, то есть... Непосредственно в нее, да, но в любом случае это вещи взаимосвязанные. На самом деле, то есть, как бы, любой бизнес, особенно малый и средний, то есть, он всегда, так как это бизнес развивающийся, да, и который хочет дальше развиваться, да, мы не говорим, что это стартаповский проект, это развивающийся бизнес. И всегда, то есть, как бы, данный бизнес, он испытывает потребность, то есть, да, в дополнительном финансировании, причем, желательно бы еще на льготных условиях. Но тут, как бы, я считаю, что нельзя, конечно, на коммерческие банки перекладывать эти льготы, да, то есть, это должно государство... Ну, коммерческие банки, это и бизнес, да? Банк должен зарабатывать, а государство должно субсидировать вот эти ставки, да. А должен создавать, да, и интерес должен быть у банка коммерческого, аккредитовать бизнес. Конечно, может быть, какие-то, то есть, должны быть, ну, не госгарантии, конечно, но во всяком случае... Ну, участие государства в любом случае, да. Да, да, должно, должно быть. Вот, это, я считаю, что это самая основная проблема. Вторая, конечно, проблема, то есть, которая есть, это, наверное, все-таки несовершенство нашего учета бухгалтерского, вот. Третья проблема, которую я назвал бы, это, наверное, не слишком, ну, вот скажу в кавычках, грамотное налогообложение, потому что все-таки... Ну, какое слово ты в кавычки поставил? Не слишком или грамотное? Грамотное. Да, объясню почему, потому что все-таки нужно понимать, что если бизнес испытывает потребность финансирования, а, скажем так, а у него стараются все время забрать, то, конечно же, он будет испытывать еще большую потребность, то есть, как бы, это получается, что, как бы, ну, закольцованность некая. Я все время удивляюсь, ведь мы все взрослые, ну, и подавляюще все грамотные, ну, умные, ладно, слово некорректное из данной ситуации, грамотные люди, мы понимаем, о чем идет речь. Ну, вот здесь даже, я не знаю, там, на каком-то, с точки, обывательской точки зрения, ну, очевидно, да, если человеку надо дать возможность зарабатывать, зачем же его еще и в то же время, да, вот так вот немножко зажимать? Понятно, что если вы его будете зажимать, значит, он будет искать пути обходные, ну, и дальше... Серые, черные и так далее, и так далее. И дальше все, все, о чем, да, все прекрасно знают. И да. Ну, так вот, итак, проблема налогообложения, очевидно. Вот, ну, и, наверное, все-таки четвертая проблема, которая, на самом деле, уже в последнее время становится достаточно тоже острой. Максим, сейчас это будет интригой, потому что нам надо послушать новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. Итак, продолжим наш сегодняшний эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях у меня Максим Тищенко, директор департамента оценки АКГ, развития бизнес-систем, и Ирина Попова, директор развития банковских продуктов Банка Финам. Говорим мы сегодня о том, что может ли, в конце концов, малый и средний бизнес в Российской Федерации стать двигателем российской экономики, ну, учитывая его текущие проблемы. Проблемы, по большому счету, долгое время нерешаемые. Может быть, есть смысл, Максим, смотри, мы продолжим сейчас, да, собственно, продолжишь вот этот перечень, да, по поводу налогов. Я подумал о том, что ведь, как и многое в Российской Федерации, ну, я имею в виду рыночные отношения в Российской Федерации, не так долго. Мы можем говорить о том, что вот малый и средний бизнес, это 90-е годы, да, начало 2000-х, вот его первый там какой-то бурный рост, бурный виток. И там была своеобразная абсолютно, да, история, об этом можно вспоминать. Потом, вроде бы, вроде бы, да, с 2000-го там по 10-й год, условно говоря, это время, когда бизнес стал на цивилизованные рельсы какие-то, можно так сказать, да? А сейчас, и сейчас забавно, да, тогда это волею судеб произошло, а сейчас это так принудительно родное государство его туда опять толкает. Это парадокс, конечно. Ну, давай про налоги мы поговорим. Итак, одна, четвертая, да, ключевая проблема, это... Четвертая проблема, это не налоги, третья. Сори, сори, да, да. Четвертая проблема, это на самом деле, то есть, недостаток квалифицированного персонала, потому что все-таки любому бизнесу нужно развиваться. То есть, если, то есть, там работают не профессионалы, то есть, да, как бы, многие достаточно бизнесы, в том числе мало и средне, связанные с неким производством, то если, как бы, на рынке нету, то есть, квалифицированного персонала, либо он, скажем так, дорог, да, то есть, то, соответственно, тяжело, то есть, скажем так, с этим вопросом тоже как бы мало. То есть, в этом случае, да, опять мы говорим вот о конкретном каком-то малом бизнесмене. Он говорит, я действительно что-то там затеял, да, производство какое-то. Ну, если я беру квалифицированные кадры, я их должен платить много, а это мне не рентабельно, ну, по разным причинам, значит, я должен взять какого-то дяденьку, да, на коленках его научить, и вот он мне будет это производство оформлять, да? Что из этого получится? Страшно представить. Ир, ты вот к этим проблемам добавишь еще чего-то? Ну, проблемы, они, в принципе, все озвучены, да, это самое глобальное. Просто хотела отметить, что государство, на самом деле, не полностью отвернулось от малого-среднего бизнеса. Так. Есть в каждом регионе присутствие, да, есть фонды поддержки малого-среднего бизнеса. Что это такое, расскажи, пожалуйста. Фонды поддержки малого-среднего бизнеса разрабатывают определенные программы на поддержку конкретных этих компаний. Есть определенные субсидирования предприятий малого-среднего бизнеса. Есть, ну, некоторые фонды совместно с банками работы дают свое поручительство по кредитам, которые берут малый-средний бизнес. Так, как мы все прекрасно понимаем, что малые и средние компании не могут предоставить полностью обеспечение по кредитам, которые им требуются. Этим как раз выступает гарантом фонды. Однако, можно ответить одно, что получить данные субсидирования или какие-либо льготы, это очень, ну, трудоемко сложно в плане оформления пакета документов, в плане прохождения всех служб. Ну, и также есть коррупционная часть. Составляющая. То есть, получается, опять, да, с одной рукой, вот, ребята, давайте, воспользуйтесь, а другой рукой, извините, это не так легко, пакет документов из 150 тысяч наименований, да, да, потом еще я посмотрю на тебя, понравилось ты мне. Кстати, в конечном итоге, кто принимает решение? Это некая чиновичья структура? Чтобы выделить, вот, условно говоря, конкретному бизнесмену тот или иной грант. Это не чиновничество, это определенные есть фонды, да, созданные, конечно, при поддержке государства. Все они совместно работают с какими-то банками, банки они отбирают сами, с которыми будут сотрудничать, кому они могут доверять. Выделяют определенный бюджет на год, и вот в этом бюджете они дают поручительство по кредитам. Понятно, что эти банки, конечно, крупные, и они должны соответствовать определенным параметрам, которые выставляет сам фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Поэтому не все банки более-менее мелкие могут воспользоваться данными совместными сотрудничествами. А это интересно банку, вот с точки зрения банка, это интересно? Да, это интересно банку в первую очередь, потому что клиенту хочется дать иногда денег, но нет обеспечения. А поддержка фонда все-таки это дает какое-то гарантированное понятие, что да, будет оплачено, если вдруг будет какой-то просроченный платеж. Смотри, вот с точки зрения банка, опять, если позволишь, хотел бы порассуждать. Ну, понятно, что это кредитование, это банковский бизнес, да, и, естественно, чем больше кредитов, тем больше денег я заработаю, ну, условно говоря. Но всегда есть риск некий. Вот риск, связанный с малым и средним бизнесом, именно это, да, у него нет обеспечения под этот кредит, и риск невозврата высок. То есть этот риск в какой-то степени нивелирует эту государственную программу, правильно? В какой-то степени, да. Государство подписывается на это, если действительно там вот что-то случится, я тебе тогда твои риски покрою. В большей степени, да. Мы прекрасно понимаем, что риски по малому и среднему бизнесу намного выше, чем по корпоративному, потому что, ну, как правило, малые и средние предприятия, в первую очередь, индивидуальные предприниматели, существуют не долго, не более пяти лет. Опять это связано с нашими налоговыми законодательствами и так далее. То есть, подожди, не более пяти лет он существует, почему? Потому что он просто не выживет более пяти лет. Он не выживет просто после проверки налоговой, которая приходит каждые три года. Поэтому все предприниматели, которые уже имеют не первый год опыта работы, все это знают. Поэтому эти риски, они существуют для банка. Банк несет всегда риски по невозврату кредита. И вот именно фонды скрывают... Да, 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 смотри. Я с точки зрения банка, ну, зная вот подобную статистику, я вообще бы сказал, зачем мне откредитовать этот малый бизнес? Он, ну, максимум пять лет проживет и все. И где потом деньги эти я буду искать? Ну, как правило, они не то, что проживут пять лет. Они закрывают, открывают новую ИП или новое какое-то юридическое лицо с таким же точно видом деятельности, но именно историческое вот это вот данное, они теряются. Я понял. Есть такая статистика, Максим? Ну, да, то есть такая статистика существует. Вот почему так происходит? Ну, на самом деле, опять же, то есть, тут, наверное, нужно говорить, что и в том числе и наши налоговые органы в какой-то степени коррумпированы, да? Если бы, опять же, то есть было бы некое смягчение налоговое, да, то есть для малого и среднего бизнеса, то я думаю, что если бы, скажем так, как у нас принято иногда говорить, не кошмарили бы проверками бы, да, то, соответственно, понятно бы, что и предпринимателям не нужно было бы, то есть сегодня закрываться, завтра открываться, то есть и так далее. Ну, подожди, а он избегает, что ли, вот этой проблемы, если, ну, условно говоря, я открылся, потом по каким-то обстоятельствам, ну, скорее всего, связанным с тем, о чем вы говорите, да, я вынужден закрыть свое предприятие, и сразу я открываю новое, я в какую-то новую реальность перехожу, что ли, в этом случае, или что? Почему я открываюсь? Это называется начали с чистого листа. А чистый лист, в данном случае, он мне создает больше возможностей? Ну, ну, то есть налоговое, то есть нечего, то есть как бы проверять, если, то есть там все, 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 все еще как бы белое. Кстати, вот по этому поводу, я вспоминаю очень долго, ведется речь о том, чтобы начинающему бизнесу давать некие налоговые каникулы. Вот по этому поводу, как ты думаешь, это нормально, это правильно, или все-таки здесь не все однозначно? Нет, это, конечно же, как бы мысль очень хорошая, опять же, как она будет воплощена в жизнь. То есть у нас же, опять же, с другой стороны, как? То есть дай волю называется, то есть как бы, и говорит, палец покажешь, руку по локоти отхватит. Это сейчас ты в адресе предпринимателей непосредственно? Да, то есть дело просто в том, что если бы любой предприниматель понимал, что когда к нему придет налоговая проверка, то есть, да, как бы и государство ему помогает только жить, да, а не наоборот мешает, да, то есть как бы он не уходит ни в какой тени, создает никаких серых, черных там схем, то есть непонятных, да, которые, опять же, связаны с налоговыми рисками в первую очередь. Вот, соответственно, если он нормально работает, нормально платит налоги, то есть нормально ведет свою бухгалтерию, то есть, ну и так далее, да, то понятно, что как бы он не будет бояться, да, прихода налоговой, да, то есть и не будет вот это вот, скажем так, начало нового, то есть и так далее. Закрываться, открываться. Да, поэтому как бы с одной стороны налоговые льготы, они нужны, но, каникулы, они нужны, но с другой стороны нужно как бы и, наверное, в этом плане и налоговое законодательство неким образом менять, именно под малый и средний бизнес, то есть нужно его, скажем так, более адаптировать, что ли, то есть можно вот так, наверное, сказать, потому что все-таки у нас как бы принято как, Налоговая, это страшно А нужно чтобы, наоборот, налоговая Это была как доктор Который пришел, может быть какие-то моментики Полечил, выписал рецепт Попрощался мирно А у нас же получается, что Чуть ли не завтра все Собирайте сухари, сушите Это не доктор, это какой-то Другой персонаж Злой сказки Его все боятся Его все не хотят видеть И, собственно, наверное, в этом логика-то есть Конечно же, конечно. Я понял, хорошо. Значит, смотрите, у нас есть вопрос. Ну, давайте сразу я его озвучу. Точнее, вопросов-то много, но вот первый пришел от Алексея. Выйдет ли из тени, ну, это ваше мнение, да, он интересует ваше мнение, точнее. Выйдет ли из тени та часть предпринимателей, которых загнали туда увеличением страховых выплат, как вы думаете? Ну, по поводу страховых выплат, два слова буквально, Максим, да, что это такое? Ну, скажем так, с 1 января у нас были увеличены страховые выплаты, причем достаточно значительно были увеличены. Вот, соответственно, тут же, как, скажем, дополнительное бремя, особенно на региональный, то есть, как бы малый и средний бизнес, на ИП региональный, потому что и так доходы-то невелики у них, а увеличение, то есть, до 30, по-моему, 2000, если я не помню, то есть, да, как бы выплат, соответственно, как бы положил дополнительную нагрузку. Соответственно, бизнес и так, скажем так, многие выживали, да, а здесь еще дополнительная финансовая нагрузка, понятно, что вся экономическая составляющая, ради которой этот бизнес, в принципе, жил и работал, то есть она, в принципе, потерялась. То есть у меня нет прибыли, да, я все отдаю вот туда-сюда. Ну, скажем так, это еще и должен остаюсь. Еще и остаюсь должен, да. Вот. Это такой бизнес по-русски называется. Соответственно, пока что есть, как бы уже, да, то есть прорабатывается, то есть как бы у нас уже в депутатском корпусе, то есть отмена этого закона задним числом, вот, да, то есть, но опять же, то есть не раньше, чем будет это рассмотрено в конце, я думаю, что весенние сессии, то есть, соответственно, это... Весенние сессии, потом летние каникулы, да, потом как будет. Если, опять же, успеть принять, потому что они уже понимают, что, то есть, да, как бы уже закрылось больше 300 тысяч П, соответственно. То есть это очевидная ошибка. Максим, спасибо, мы сейчас еще раз послушаем новости на Финам.Ф, потом будем продолжать на вопросы отвечать Итак, друзья, продолжаем, продолжаем наш разговор На вопрос Алексея отвечал Максим Сейчас он продолжит это делать Я единственное представлю еще раз моих сегодняшних гостей Это Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторско-консультационной группы развития бизнес-систем Наши слушатели заинтересовались этой аббревиатурой, непонятна она была Вот я ее расшифровал Аудиторско-консультационная группа Сложно произносится Ирина Попова сегодня в студии, директор развития банковских продуктов Банка Финам Мы с вами рассуждаем сегодня о жизни, нелегкой жизни наших коллег-россиян Которые по какой-то причине рискнули Слово, наверное, да, уместное Рискнули заняться предпринимательством Незавидно, незавидно их участь, незавидно их судьба Конечно, очень все это печально Так вот, еще раз я повторю Алексей задал вопрос Выйдет ли из тени та часть предпринимателей Которые загнали туда увеличением страховых выплат Ну и Максим, продолжай Я буквально два слова закончу Поэтому, по моему мнению Пока что не будет изменено Вот это, скажем так Не будет этот закон изменен Не будет, скажем так, какие-то наоборот То есть послабление, а не закручивание гаек То, конечно, не выйдет То есть уже, то есть по данным По последним данным Больше чем 600 тысяч ИП уже 600 тысяч ИП По всей России, да? Да, из двух миллионов Приблизительно два миллиона у нас Индивидуальных предпринимателей Зарегистрированы в РФ Вот И из них, не из них, точнее А уже более чем 300 Уже прекратили свою деятельность То есть 600 ушло в тень Ну, либо, то есть собирается То есть там, да, кто-то раздумает Что, закрываться нет А 300 с лишним уже закрылось Соответственно, уже практически То есть одна треть Чуть меньше, да То есть уже, соответственно Скажем так, выпало Так называемые выпадающие доходы государства Здорово, здорово, да Опять, уже извините меня за банальность, конечно Ну, смотрите, задача ставится, да Поддерживать предпринимателя Потом что-то И он наоборот То есть, как бы, да История противоположная История Противоположная выходит Ой, беда Ладно, ладно Кстати, вот по поводу Это очень интересно всегда Да, мы все сравниваем ситуацию в России И сравниваем ее с ближайшими зарубежными Вот, Максим, кстати, да По поводу этого Уже Мне не свое высказал А вот подобные И на твой взгляд, да По крайней мере, есть, наверное, у тебя В этом случае какие-то примеры Вот как Как обстоит дело в той же Европе Там действительно Есть же, наверное, да И какие-то Налоговые выплаты, да И налогообложения И малого бизнеса Тоже существует, да, Максим? Вот Но Принципиальные отличия есть От России? Ну Я в двух словах буквально То есть, да То есть, существует, конечно Там тоже Само собой налогообложение Но опять же То есть, как бы Если сравнить ставки наши То есть, да Наши ставки налогообложения И западные ставки налогообложения То, в принципе То есть, они достаточно сопоставимы Ну, может быть, чуть-чуть побольше в Европе Однако, то есть, государство субсидирует То есть, да Как бы Там есть так называемые налоговые льготы Вот И в конце концов Получается, что То есть, ставки То есть, которые применяются То есть, ну Итого То есть, на Западе В Европе То есть, они намного Намного ниже тех Ставок То есть, на круг, что называется Да Получается Да А формально Это сопоставимые, да Цифры Ну, то есть, цифры начальные Сопоставимые Да То есть, ну, за счет там Льгот, субсидирования И так далее То есть, получается Намного меньше Я понял Хорошо Хорошо Давайте дальше Давайте дальше поговорим о том Что Ир Вот по поводу фондов опять Да Вернемся к ним Вот эта схема Насколько она эффективно сейчас работает Все же есть Может быть, статистика какая-то Ну, я не могу точно говорить По статистику по фонду Потому что это, наверное, направление больше их считать Но я могу сказать честно, что Из практики даже знаю, что Многие крупные банки Пользуясь Вот именно поручительством фонда поддержки Малого и среднего бизнеса Москвы и Московской области При каких-то Просроченных платежах Или невозможности выплатить заемщиками Да Получали То, что по поручительству Определенные денежные вознаграждения Да Для банка это очень удобно и интересно Для предпринимателей Самих, которые пользуются Это тоже удобно и интересно Потому что они получают Больше лимит, чем мы могли насчитать Ну и какие-то гарантии у них опять Гарантии, да В принципе, это, можно сказать, практически государственные Так как у данных предприятий Нет большого количества имущества А, собственно, то, что и есть При оценке, когда закладывается в банк Есть большой дисконт Который не дает Взять именно тот лимит Который, ну ту сумму кредита, которую они рассчитывали Поэтому тут вот именно помощь фонда Очень значима А смотрите, вот опять Парадокс не возникает Ну предположим, да Вот есть участие Это участие государства Вполне очевидное Да, вот Юра говорит Есть реальные примеры, тем более То есть я как Индиальный предприниматель Я могу воспользоваться Ну, учитывая все-таки Препоны некие там, да Юридические Много Их много, да Ну я пробился Я вот очень хотел бы Открыть индивальное предприниматель Я пробился Все, я получил этот кредит И мне его Как Юра сказал, да Практически государство гарантировало Вот, потом я начинаю работать И попадаю в иную действительность Да, где у меня есть вот эта ставка Страховая Где у меня здесь налога Где у меня здесь одно Второе, третье О чем мы говорили И все сходит на нет И тогда логика вообще В этого всего мероприятия В чем, Максим? Ну, логика любого бизнеса В зарабатывании денег В зарабатывании денег Да, то есть получение прибыли Я взял вот денег на развитие Да, мне дали их А я их потратил все вот Ну, на самом деле, конечно же То есть, я считаю, что даже любой Пусть даже там малый То есть, бизнес Нужно начинать, конечно, в первую очередь То есть, бизнес-плана Бизнес-плана, да Конечно То есть, нужно, опять же То есть, как бы максимально заложить Все свои, скажем так, расходы Все свои риски То есть, да, соответственно И в том числе То есть, скажем так Риски связанные С государственными структурами И только потом уже понимать, что в сухом остатке-то остается, где она рентабельность, где она прибыль-то есть, она вообще существует Забавно, все риски, которые ты произнес сейчас, их по большому счету можно просчитать, за исключением риска связан с государственными структурами Ну, скажем так, у нас он оценится на высоком уровне На высоком уровне, конкретных цифр мы не называем Ну, в цифрах тоже его можно, в принципе, просчитать, но я могу сказать так, что достаточно высокий Соответственно, и уже после этого принимать решение, насколько этот бизнес действительно будет выживать, либо он действительно будет рентабельно приносить достаточно стабильную прибыль и так далее То есть надо с этого начинать, поэтому идти сегодня, сразу фонды брать, кредиты, начинать выходить на рынок, это не первая задача Первое задача еще понять, то есть, да, первое, то есть продукт, то есть, да, соответственно, второй бизнес-план, то есть третий, ну, точнее, идея, потом бизнес-план, потом уже продукт, потом, соответственно, кредитование и все остальное Ну, понятно И вот при, ну, я бы сказал, при общей такой, да, с точки зрения именно дела, при общей позитивной рентабельности определенной, да, мы попадаем опять на то, что непомерные вот эти вот, да, выплаты, они эту рентабельность съедают просто — Ну, скажем так, то есть в тень и ушли именно те предприниматели, и закрылись именно те предприниматели и компании, которые в той реальности жили и, скажем так, какой-то доход у них был, а в этой реальности уже его нет. Да, соответственно, поэтому люди были вынуждены просто, скажем так, их поставили перед фактом, то есть как бы все закрываться. — Их в эту действительность просто подталкивают немножко. — Ну, подтолкнули уже, точнее, если сказать. — Уже подтолкнули. — Ну, хочется отметить, да, мы как бы уже недавно в начале разговора отметили, что у нас нету много квалифицированных бизнесменов, и поэтому построение бизнес-плана — это все-таки довольно такой трудоемкий. — А что такое квалифицированный бизнесмен? Можно своими словами как-то сказать? — Ну, своими словами могу сказать, да. Если своими словами, то это человек, который мог бы просчитать реально вливание денег в какой-либо бизнес. Опять же, он должен понимать конъюнктуру рынка и куда он будет заходить. А чтобы правильно оценить, это нужно какие-то маркетинговые хотя бы навыки иметь, какие-то экономические навыки иметь, чтобы понимать то же самое. Мы все говорим, что такое рентабельность, но все понимают, что такое. — Слово такое красивое, рентабельное. — Как его просчитать и что это такое? — Что это такое? — И какой это бывает, да, рентабельность? — Поэтому не каждый человек, который может открыть индивидуальный предприниматель или какое-то юридическое лицо, может профессионально просчитать. — Конечно, и стать успешным бизнесменом, правильно? — Поэтому, скорее всего, будут успешными тот, кто имеет экономическое какое-то образование или тот предприниматель, который очень долго работал в какой-нибудь крупной корпорации и уже имеет опыт. — У него уже есть опыт просто, да? — Опять же, это будет большим плюсом для того, что он имеет каких-то наработанных контрагентов. — Это очень большой момент для открытия нового бизнеса. — Ну, сбыт, да, это номер один, да. — В принципе, для малосреднего бизнеса это определенный даже какой-то собственный капитал в этом плане. — То есть, да, к чему мы пришли? Видите, как многогранно получилось, да? Мы это сначала, я тоже, да, когда готовился, думаю, вот есть проблема, в чем проблема? А, душат, душат их, бедолаг, и все. Оказывается, не все так просто, да, ну, неоднозначно, как минимум. — Стать бизнесменом успешно, очевидно, да, что у него должны быть навыки некие. Где эти навыки приобретаются? Я согласен, это может быть опыт работы в какой-то структуре, с кем-то вместе, потом решил отделиться, завести собственное предприятие, это нормально. Либо где-то этому учат, ведь у нас нет, да, ну, условно говоря, у нас нет там какого-то образовательного учреждения, которое говорит бизнесменов, правильно? Даже курс экономики я пройду, это еще не значит, да, что я стал бизнесменом. — Ну, у нас есть бизнес-школа, на самом деле, любой хозяйствующий субъект, если хочет повысить свою квалификацию, он может пойти туда и выучиться. — Повысить квалификат, а с нуля вот я, я занимался там, я не знаю, я в балете танцевал всю жизнь, потом вышел рано на пенсию, ну, у них там это дело. — Лучше остаться в балете. — А кем я там буду работать в балете-то? Все, меня уже оттуда попросили, я выработал свой ресурс, я решил бизнесом заняться. — И что, куда идти? — Бизнес-школа. — Бизнес-школа, то есть меня с нуля там тоже могут чем-то. Ну, ладно, это меня немножко успокоило, у нас есть вопрос, давайте послушаем его. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. — Да, здравствуйте, дорогие ведущие и гости. Вот я слушаю и хочу пару слов сказать, что называется, из народа вот, да, снизу оттуда. — Так, так. — Вот пошел на рынок, снял контейнер, стал торговать, вылетел в трубу, да, и никакие фонды мне здесь не помогут, и никакие бизнес-школы мне здесь не помогут. Почему? Потому что, с одной стороны, аренда, которую установили мои же братья-предприниматели, скажем так, она непосильная, и хочешь плати, не хочешь уходи, называется. А чтобы ее платить и чтобы что-то себе заработать, нужно, ну, к сожалению, реалии рынка таковы, что все демпингуют, все стараются конкурировать, участники рынка, друг с другом, не по качеству, а по цене, и больше не почему. И вот чтобы там что-то заработать, да, выкружить, как у нас говорят, нужно нырнуть в грязь там с головой и там чего-то, просроченный продукт продать, что-то там, значит, растаможить не по правилам серое, черное и так далее. Вот правильно сказали ваши гости там закрыть, бросить предприятие, как они говорят, и новое начать. При этом как бы никуда никто не уходит и сидят на том же месте. Вот, и мое мнение такое, что здесь государство может помочь малому бизнесу только лишь одним, это заставить работать МВД на полную катушку, чтобы невозможно было ничего украсть ниоткуда, нигде смахлевать, не заплатить налоги, там, уйти от растаможки, уйти от акцизов, еще от чего-то. Когда предприниматель поймет, что украсть нечего и нужно работать честно, тогда он волей-неволей и цену нормальную поставит, и все станет на свои места. Спасибо, спасибо, Сергей, за ваше мнение, мы послушаем сейчас комментарии наших экспертов. Спасибо огромное. Максим, вот такое видение ситуации. Ну, в чем-то я согласен, на самом деле, то есть, что если ты не можешь конкурировать по цене, ну, а так как демпинг на рынке, то ты можешь конкурировать только по качеству. Соответственно, чем хуже, чем хуже ты приобрел там сырье, не знаю, там, продукты, еще что-то, тем, соответственно, более дешево ты его уже купил, соответственно, ты можешь демпингнуть ценой. То есть ты заложишь там свои 10-20, там, сколько-то процентов, то есть, да, соответственно, и как бы ты уже можешь демпинговать. Да, то есть это как бы есть такое ставление. Поэтому мы как бы и сталкиваемся с тем, что как бы у нас зачастую, как бы, ну, не зачастую, то есть, скажем так, некоторая категория, то есть, да, индивидуальных предпринимателей, в том числе, там, из малого и среднего бизнеса также, то есть, да, скажем так, ну, невысокого качества продукцию, к сожалению, то есть предоставляет нам, как потребителям, раз. А второе, по поводу того, чтобы заставить МВД работать, я бы сказал, здесь не только надо МВД, то есть, если так уже говорить, то тут тогда нужно и таможенную службу заставить работать нормально, вот, заставить нужно, как бы, и налоговую нормально работать, заставить нужно тогда, наверное, может быть, действительно и МВД нормально работать, ну, и в том числе еще нужно, на самом деле, то есть, конечно же, иные, то есть, как бы, государственные структуры, чтобы они тоже работали. Ну подожди, мы говорим сейчас о нормальном... Ну МВД-то очевидно, да? А МВД это надзорный орган. Дальше МВД нормально работает, не дает мне возможности там что-то вот, значит, где смухлевать. Налоговая, да, или таможня не дает мне возможности, по-серому зависит. И получается, что вот это вот давление на этот самый, да, на частый бизнес, оно еще усиливается и усиливается. Где жилой, где выход-то? Сейчас прервемся, извините, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира, короткого эфира, так уж получилось. Тема необъятная, конечно, и очень интересная. Может ли малый и средний бизнес стать двигателем российской экономики, говорим мы сегодня. Ну и, собственно, обсуждаем эти текущие реалии, да, как живут наши друзья, наши коллеги, наши сограждане-предприниматели. В студии, еще раз напомню, Максим Тищенко, директор департамента оценки АКГ, развития бизнес-систем, и Ирина Попова, директор развития банковских продуктов, банка Финам. Максим, ну, еще буквально два слова. Вот мы отвечали на вопрос Сергея, он, так сказать, посетовал на жизнь, и, значит, его мнение надо закручивать гайки. Получается так? Ну, я просто закончу, на самом деле, мысль, что у нас, как не закручивая гайки, то есть, то это, на самом деле, только увеличит, мне так кажется, коррупционную составляющую, и все. То есть, как всегда у нас и бывает. Да, то есть, будем закручивать, а она будет расти. Да, 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 вспоминая фразу одного известного нашего государственного деятеля, думали, как лучше, а получится, как всегда, да. Еще один вопрос, я процитирую его, сообщение от Сапожника, ну, причем, я так понимаю, это именно профессия. Вопрос следующий. Представь себе маленького предпринимателя Сапожника из города с населением 25 тысяч человек. Вот он работает, что-то зарабатывает, но отчитывается, как большое предприятие с кучей бумаг. Основной продукт его бумага, отчеты. А если он наймет кого-то еще на работу, все, туши свет, количество документов его захлестнет. Это нормально? Ну, мне сразу как-то немножко напрягает, что Сапожник, индивидуальный предприниматель, да, и какое-то у него огромное количество бумаг, это так, Максим? По опыту. На нас тоже немножко. Вот, на самом деле нет, то есть, как бы, да, то есть, у индивидуального предпринимателя достаточно, то есть, там, простой комплект документов, которые, как бы, он ежегодно, то есть, подает, то есть, налоговый. Вот, если говорить же все-таки, то есть, как бы, о других, скажем так, об юридических лицах, то там тоже достаточно все, если, как бы, на упрощенной системе, то есть, одна, то есть, да, ну, правда, ее сейчас немножко отменили, да, у нас, как обычно. Вот, если же все-таки, как бы, предприятие более, более серьезное, ну, скажем, все равно, которое относится к малому и среднему бизнесу, то, соответственно, там, стандартная бухгалтерия, то есть, все, ничего нет. То есть, проблема документа оборота, вот такого, да, который сейчас вот наш слушатель пишет, ее нет, да, Ир? Я считаю, что нет, потому что индивидуальный предприниматель, это маленький список документов, который сдается в налоговую, и уж никак нельзя говорить и жаловаться о том, что какие-то там бумаги, отчеты и так далее. Ну, это уже, вот, мне приятно это слышать от вас, хотя бы с этой точки зрения, да, проблем у него нет, хотя, конечно, это не сильно упрощает жизнь ему, потому что проблем огромное количество других. Еще один вопрос. Николай пишет, уважаемые эксперты, лет пять назад хотел взять кредит на развитие бизнеса, однако все желание отпало, когда начали устраивать волокиту и бюрократию. Ну, а как же иначе? Какова ситуация сегодня, спрашивает Николай? Сколько, скажите, времени сейчас занимает процедура взятия кредита с момента получения первой справки и до перевода денег на счет? Ну, Ир, ну, это тебе как представитель банки. Да, наверное, это ближе тема мне. Надо понимать, на развитии бизнеса действующего, если уже, то могу сказать, что все банки, опять же, скрывая свои риски, обеспечивая безрисковость любого кредита, запрашивают определенный пакет документов. Не буду обманывать никого, этот пакет не маленький, но не настолько большой, чтобы можно сказать, что не нужен кредит. Да, собирается определенный комплект документов, но при наличии бухгалтера при обычной системе налогообложения эти выгрузки не тяжелые и можно предоставить в банк всегда, при желании. Из практики своего банка могу сказать, что при предоставлении документов клиентам того списка, который требуется от него, то до выдачи у нас проходит максимум две недели. Ну, то есть вот с момента, когда он приедет бумажки, да? Да, да. Это у нас строго отсматривается, регламентируется, потому что это одно из преимуществ банка и одно из конкурентоспособных каких-то там действий. То есть именно оперативность, да, реакция? Да, оперативность, она всегда важна любому хозяйственному субъекту, потому что, наверное, быстрее получить и дороже, может быть, в какой-то степени деньги, обеспечит более товарооборот быстрый и все, что связано с получением прибыли. Чем ждать месяц более дешевого кредита и терять каких-то... Ну, вот как раз Николай по этому поводу и сетует, я так понимаю, видите, у него все желание отпало, когда начали устраивать волокиту и бюрократию, пишет он. Вот в данном случае, да, очень приятно это слышать, волокита и бюрократии как минимум у вас нет. Уже хорошо. Но ты начала, смотри, ты начала отвечать на вопрос, ну, даже на вопрос именно Николая, он формулировал его так, да, хотел взять кредит на развитие бизнеса. То есть у него уже есть некий бизнес, вы проверяете просто, да, его жизнеспособность, и он в конечном итоге выступает, может быть, каком-то залогом. Если говорить на развитие бизнеса, то да, мы смотрим бизнес, как он действует, уже действующий. Мы понимаем, что ему надо развиваться дальше, мы видим это по цифрам и так далее. Это делается очень глубокий финансовый анализ, собственно говоря, на основании чего мы принимаем решение. Но не буду, опять же, никого обманывать, на открытие нового бизнеса с нуля. Да, да, даже при наличии бизнес-плана мало банки, какие я, если честно, в практике не знаю таковых, которые дают деньги на открытие нового бизнеса с нуля. Ну ты чего? Даже при наличии субсидирования со стороны государства, которое мы уже обозначали, но пока я этих банков не знаю. Может быть, они есть, я не спорю, какие-то, может быть, есть программы при определенных банках, но пока в коммерческих банках работаю, я таких не знаю. Я понял. Я, честно говоря, вот, ну, как бы, фамилию этого банка не помню, но я еду домой, и на столбе висит здоровая растяжка такая, что вот, ребята, приходите к нам, если вы затеет. То есть это лукавят они все же, да? Ну, нельзя говорить, что банки лукавят. Может быть, не так преподносят информацию. Извини, пожалуйста, некорректно я, да, в твоем присутствии, да, не так, не так. Не тем образом преподносят информацию, которую может воспринять обычный, да, человек, но, в принципе, может и есть такой продукт в каких-то банках на развитие бизнеса, да, бизнес с нуля, но я пока не встречала именно под бизнес-план, чтобы давали на новый бизнес деньги крупные коммерческие банки. Я понял. Ну, вот, видите, обозначили действительность суровую. Обозначили. Уже хорошо. Так, уважаемые коллеги, у нас не так много времени, и вот заканчивать мы будем, если позволите, все-таки тем, что я от вас хотел бы услышать, ваше экспертное мнение, что должно происходить в российском, любимом нами государстве, чтобы ситуация так кардинально изменилась. Ну, как минимум, вот первое, да, о чем я уже, что я уже понял из нашей сегодняшней беседы, нужно отменить вот эту вот историю с, да, с этим страховыми выплатами. О чем может быть, чем может быть и, так сказать, наши уважаемые депутаты Конституции Думы, да, они, может быть, этим делом и озадачатся в ближайшее время. Желательно, чем быстрее, тем лучше. А что еще, Максим? Ну, я бы, на самом деле, наверное, немножко более глобально бы сказал, да, в первую очередь, нужно сначала продумать всегда, то есть, да, тот экономический эффект от тех законов, которые, то есть, наши депутаты... Ну, есть ощущение такое, что они приняли, вот только галочку поставить, смотрите, мы вон что сделали, а потом, опа-на, а зачем это надо было делать, давайте заново. Ну, конечно, в первую очередь нужно просчитать, то есть, да, как бы, что этот закон, каких плюсов принесет. Минусов мы всегда знаем, что, то есть, их там очень много. Ну, да. Нужно все-таки думать, то есть, как бы, плюсы все-таки победят эти минусы или наоборот. Здесь получилось наоборот, то есть, да, как бы, хотели одного, вроде бы, дыру пенсионного фонда затыкать, но нужно не за счет малого и среднего бизнеса, тем более, дали предпринимательство затыкать эту дыру, то есть, это первый момент. И второй момент, все-таки нужно уже, то есть, давно, я считаю, что нужно все-таки наше и бухгалтерскую отчетность, и налогозакональство переводить, то есть, да, как бы, на западный рельс, да, на международную систему. Пора, 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 уже все-таки, все мы уже, как бы, особенно, вот я тоже, то есть, сталкиваюсь практически каждый день с тем, что, то есть, на наше несовершенная система, особенно бухгалтерского учета, да, поэтому и банкам тяжело работать с нашей отчетностью, с российской, то есть, а с международной отчетностью с удовольствием банки работают. Ты посмотри, как интересно. А если это твоя тема, сейчас я к тебе тоже этот вопрос адресую. А с чем, мне интересно, с чем связано то, что не переходим мы, если это насколько очевидно? Ну, здесь есть несколько, наверное, сложностей. Первое, то есть у нас нет столько, во-первых, а бухгалтеров, которые смогут вести раз. А во-вторых, у нас нет еще столько аудиторов, которые смогут проводировать этих бухгалтеров. Опять все упираются в банальное отсутствие профессиональных кадров. Но, во всяком случае, нужно уже это начинать, какую-то программу, то есть постепенный переход, пусть там 5, 7, 10 лет. Но мы уже в ВТО, если мы вступили в ВТО, то нужно уже это делать. Самбук вилел, конечно. Да, это нужно делать. Поподробнее об МСФО, да, так это звучит? МСФО, да. Ну, это, да, международная отчетность. К сожалению, мы не можем перейти, как уже Максим обозначил, очень быстро на эту отчетность. Но я еще, если честно, не представляю, как малый и средний бизнес, а именно индивидуальные предприниматели будут отчитываться. Будут ей пользоваться, да? Да, ей пользоваться. Потому что там есть такие тонкости в отчетности, которые, ну, никак не приемлемы для мелких бизнесов. Да, крупные сейчас компании, практически все уже перешли на МСФО. Они открыты, в интернете все выкладывается. Но не для малого и среднего бизнеса. Извини, пожалуйста, вот в чем очевидное преимущество, да? МСФО, оно более прозрачно, правильно я понимаю? Да, оно более прозрачно, оно более понятно, кто умеет пользоваться им. Ну, понятно, да. Более открыто и понятно и европейским структурам, собственно говоря, всем аудиторам, да? Но для малого и среднего бизнеса это немножко неприемлемо. Немножко, в принципе, в большей степени. А, кстати, вот индивидуальный предприниматель за границей, он какой системой отчетности пользует? Или у него какая-то своя там может быть? Ну, у них одна единственная система отчетности. Вот это МСФО? Да, ну просто, то есть, как бы для малого и среднего бизнеса она просто в упрощенной форме. А нам так нельзя сделать? У нас пока она не применяется в полной мере для крупных предприятий. Не говоря уже, да? Не говоря уже о мелких каких-то индивидуальных предпринимателях. Но зато, то есть, одно неоспоримое преимущество, то есть, это действительно, как вот Ирина сказала, это первая прозрачность, а во-вторых, более, скажем так, приближена к реальным, потому что, к сожалению, наша отчетность российская, то есть, да, как бы она может не отвечать, в принципе, не финансовому состоянию компании, то есть, да, не реальность. То есть, да, ее легче подкрутить, я правильно понимаю? Об этом речь идет? Ну, скажем так, да. Мягко. Мягко. Ладно. Давайте будем говорить мягко, а точнее мы будем сейчас заканчивать. Понятно, что проблем огромное количество, да, и, наверное, говорить о них надо жестко, но, наверное, не здесь просто-напросто. Мы сегодня основные вехи решения этой проблемы все-таки сегодня озвучили, и слава богу. Я благодарю вас за участие в программе. Я еще раз представлю, уважаемые слушатели, в гостях сегодня были Максим Тищенко, директор департамента оценки АКГ развития бизнес-систем, и Ирина Попова, директор развития банковских продуктов Банка Фина. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Счастливых выходных. Всего доброго, до свидания.